Всем привет! С вами снова ежемесячная программа Infocast, в которой я вам расскажу о самых значимых прошедших и ожидаемых событиях в мире IT. За уходящий месяц было довольно много анонсов и новинок, и большая часть связана с играми, так как главным событием была конференция Gamescon. С этой выставки и начнем. NVIDIA анонсировали появление в ближайшее время в облачном игровом сервисе NVIDIA NOW поддержки трассировки лучей, правда пока только в Германии и Калифорнии. Выглядит это ответом на облачный сервис от Google, который закупил видеокарты от AMD, хотя сам по себе NVIDIA NOW появился уже пару лет назад. Еще ответом в сторону AMD выглядит новый драйвер. В нем добавлены функции аналогичные тем, что AMD показали для видеокарт RX 5000 серии, а именно режим Ultra Low Latensity. Суть ровно та же, что и у Radeon Antilag, а именно синхронизация и завершение подготовки кадров к отрисовке с началом этой самой отрисовки графическим конвейером. И та и другая компании несколько лет занимались снижением латентности для VR, и вот теперь представляют режим снижения задержек для обычных игр. Однако надо помнить, что очередь кадров была изначально придумана не просто так, так что режимы пониженной задержки могут повлиять на равномерность фреймрейта. А в ответ на функцию шарпинга от AMD, NVIDIA представили функцию попиксельного масштабирования разрешений. Технологии, в общем-то, ничего общего не имеют и нужны для совсем разных вещей. Тем не менее, оба направлены на увеличение четкости изображения. Новый фильтр позволяет производить масштабирование без сглаживания, что в некоторых обстоятельствах ухудшает картинку, но в пиксельных играх он позволит сохранить исходную четкость и стилистику. Также NVIDIA в рамках выставки показали новые игры с поддержкой DXR. Игр до сих пор не очень много, но пальцев рук уже не хватит, чтобы пересчитать все вышедшие разрабатываемые проекты. Производители готовых компьютеров и периферий также не упустили возможность показать что-то новое. Asus в линейку ROG добавили новые мониторы, новые клавиатуры и мыши. Одна из мышек, помимо программируемых клавиш, получила еще и небольшой встроенный джойстик. Были показаны новые материнские платы. Dell в линейку, устроив Alienware, добавили OLED-монитор. Правда по сути матрица там 55 дюймов от телевизора. А обещанные еще пару лет назад матрицы от J-OLED для мониторов пока так и не появились. В остальном все как обычно. Несколько производителей представили свои игровые компьютеры с нестандартным железом, которые потом никак не обновить и не поставить нормальное, потому что оно там не помещается из-за нестандартных крепежных отверстий. Примерно в то же время AMD представили новые видеокарты. Но это не продолжение линейки Na'Vi, продолжение Polaris, а точнее ежегодная перемаркировка старых чипов в новые. Вся раз это коснулось нижнего сегмента карт. Появилось целых 5 новых карт RX 600 серии. Интересно в них только то, что их не 6 или 7. В остальном ничего нового. Но насчет того, что их 5, а не 6 и не 7 стоит сказать подробнее. Сейчас есть видеокарты новые у AMD, которые старше RX 590 и младше RX 570. Самый же массовый сегмент, пока обновление не получил. И тот факт, что ходовые Polaris не стали перемаркировывать, намекает на то, что в скором времени мы все-таки сможем увидеть еще одну вегу, но чуть дешевле текущих. Ну и уж раз мы заговорили про веги, то стоит отметить, что в середине месяца были анонсированы не референсные варианты. И некоторые из них уже поступили в продажу. И помимо обычных вариантов, один китайский производитель показал особую версию. Розовую со стразами и розовой подсветкой. Есть варианты и двухцветного бело-розового оформления. Кому и этого мало, могут приобрести видеокарты, стилизованную под мордочку миленького зверька, которая идеально впишется в корпус, если внутрь посадить плюшевого медведя. За пределами Китая эти видеокарты, к сожалению, скорее всего не появятся. Но вернемся к серьезным новостям. Intel анонсировали мобильные процессоры десятого поколения. Причем анонсировали в два этапа. Разница двух этапов заключается в том, что продукты хоть и будут в одном поколении, но архитектура у них разная. Первыми были показаны спецификации модели поколения Ice Lake. В основе поколения Ice Lake лежит архитектура Сани Кофф, о которой Intel уже все важно рассказал ранее. Так что сейчас мы узнали только спецификации и названия моделей. Будут двух и четырех ядерные модели. Все будут с гипертрейдингом, а также с новой графикой и новыми встроенными контроллерами. Помимо названий i3, i5 и i7, в названиях этих моделей будет зашифрована производительность графики в последней цифре после символа G. Сейчас вы говорите о трех вариантов 1, 4 и 7. Единица будет с 32 блоками, 4 с 48 и 7 с 64 блоками. Казалось бы все логично и просто, но не прошло и двух недель, как Intel анонсировали еще пачку мобильных процессоров 10 поколения. Называется линейка Comet Lake и в основе всем знакомой архитектуры Sky Lake. Представлены пока только процессоры для ультрабуков. Из интересного это появление шестиядерной модели, которой не было в прошлогодней линейке. Все процессоры также поддерживают гипертрейдинг. А по названиям от других новых процессоров, эти можно отличить более привычными индексами U и Y в конце названия. В общем, если есть предпоследний символ G, значит это Ice Lake и 10 нм. Новая графика, новые контроллеры, новая архитектура, высшая производительность, новые инструкции и исполнительные блоки. Если же в названии последний символ U или Y, то это старая архитектура, и старая графика, и старые добрые 14 нм. В то же время AMD представили наоборот, процессоры наиболее далекие от мобильных, а именно серверные. Названные точные спецификации и цены на чиплетные 7 нм процессоры ROM. 24 ядра будут продаваться от чуть менее 1800 долларов, 32 ядра 2000 долларов, 48 ядер от 4000 и 64 ядра от 4500 долларов. В зависимости от модели TDP составляет от 180 до 225 Вт. Немало сведений про развитие SSD накопителей. Samsung анонсировали скорую готовность к выпуску 136-слойной памяти. Это почти на треть плотнее, чем текущие продающиеся 98-слойные сборки, создаваемые из сваренных друг с другом двух 48-слойных кристаллов. Новая память позволит увеличить плотность памяти на кристалл и упростить коммуникацию памяти, что увеличит скорость работы. Уплотнять память можно и другими способами, а именно увеличивая плотность записи на ячейку. Вестерн Диджитал и Тошва прощупывают почву на предмет выпуска памяти с 5-битными ячейками. Это позволит увеличить и начитывать плотность записи в сравнении с QLC. Однако и надежность накопителей будет еще ниже. На тонких техпроцессах количество перезаписей упадет всего до 35. Если рынок решит, что такое нужно, то подобные накопители могут появиться уже через год-два. Помимо этого ходят слухи, что Тошва хочет купить себе еще несколько производителей накопителей. В связи уже куплено несколько лет назад от CZ, Тошва может выкупить Плекстар и Лайтон. И на всякий случай напомню, если кто не знает, впервые флеш-память была создана в 80-х годах прошлого века именно в Тошва. Там же было придумано само название флеш-память, однако с продажами под своим брендом памятью компании как-то не задалось. Уверена, будут и другие интересные события, и естественно о них я расскажу через месяц в следующем выпуске Инфокаст. На этом пока все, спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами и будьте в курсе главных событий в мире компьютеров. Розовую со стразами и розовой подсветкой. Есть варианты и двухцветного белорозового оформления. Кому и этого мало, могут приобрести видеокарты, стилизованную под мордочку миленького зверька. Которые идеально впишутся в корпус. Вот тут можно поставить смайлик, вот, да, блюющий смайлик сюда можно вставить. Кому и этого мало, могут приобрести видеокарту, стилизованную под мордочку миленького зверька. Вот, именно сюда поставить блюющий смайлик, который идеально впишутся в корпус, если внутрь посадить плюшевого медведя. О, можешь еще одно блюющего поставить. За пределами Китая эти видеокарты, к сожалению, скорее всего не появятся. А может быть, к счастью, кто такое говно покупает?